Здравствуйте! О главных новостях в Нижнем Новгороде к этому моменту. Руководство бумажного комбината «Волга» приняло решение о повышении цен на газетную бумагу с 1 марта 2015-го. Об этом со ссылкой на генерального директора Дмитрия Дончинга сообщает пресс-служба компании. Рост цен составит от 6 до 15% в зависимости от толщины бумаги и, следовательно, процента содержания целлюлозы. По словам Дмитрия Дончинга, доля затрат на целлюлозное сырье в себестоимости выпускаемой продукции составляет порядка 25-30%. Причинами роста цен стал, соответственно, рост цен на основные материалы и транспортные услуги, подчеркнул Дмитрий Дончинга. В сложившейся ситуации многие отечественные производители бумаги подняли цены от 10 до 45%, мотивируя ростом затрат на сырье и комплектующие. Эксперты ранее неоднократно отмечали, что рост цен на бумагу приблизит закрытие еще большего количества печатных СМИ в России. Депутаты городской думы вынесли вопрос о согласовании кандидатуры главы Соромовского района Нижнего Новгорода на мартовское заседание. Такое решение они приняли на заседании комиссии думы по МСУ сегодня. Комиссия согласовала кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности районного главы Вячеслава Рудакова. Напомним, 2 февраля было объявлено об уходе в отставку бывшего главы Соромовского района Валерия Моисеева. Сообщалось, что он ушел в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Директор Департамента культуры Москвы Нижегородец Сергей Капков накануне покинул занимаемую должность и заявил, что продолжит работать с Сергеем Капковым. Как следует понимать слова политикой, стоит ли ждать его возвращения на историческую родину? Знает Ким Андреев, привет. Привет. Ну, что стоит за словосочетанием быть Сергеем Капковым, наверное, доподлинно знает только сам господин Капков. Мы же можем только опираться на его трудовую деятельность и рассказать, чем же он занимался и какие у него заслуги. Итак, в послужном списке политика. Работа в должности замгубернатора и начальника Департамента культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа. Также он занимал должность вице-президента Российского футбольного союза и был руководителем Национальной академии футбола. Был одно время даже директором парка имени Горького, а вот его последним местом работы был как раз столичный департамент культуры. И почему же Капков решил его покинуть? Ну, официальных комментариев по этому поводу он не давал. В мэрии подчеркивают, что отставка добровольная. По поводу планов на будущее сам Капков на страничке в Фейсбук написал, цитата. «Сперва соберу дома друзей, съезжу с семьей и любимой девушкой в отпуск и подумаю, что будет дальше после перезагрузки». А что говорят эксперты о его возможном или невозможном возвращении в Нижегородскую область? Ну, тут, видимо, возможно все, поэтому мнения экспертов разделились. Так, например, нижегородский политобозреватель Валентина Бузмакова считает, что если бы Капков и мог вернуться в качестве кого бы то ни было, то он был бы, наверное, губернатором Нижегородской области. Тем более, что в одном из интервью сам Капков говорил, что ему эту должность предлагали, но он отказался. «Надо быть реалистами. После того, как Капков летал в Москве и не согласился с той ролью, которая ему была предназначена Собяниным, я думаю, ему очень трудно будет вернуться в Нижний Новгород. Он мог бы вернуться только в качестве губернатора Нижегородской области. Именно политик масштаба Сергея Капкова мог бы придать импульс Нижегородской области». А вот эксперт федерального уровня Константин Калачев, напротив, считает, что если бы предложение губернаторствовать и последовало бы, то Капков вряд ли бы отказался. Куда более реальными могут быть планы по возвращению коренного нижегородца в Госдуму, как раз через родную Нижегородскую область, комментирует Константин Калачев. «В Москве он достаточно известен и достаточно популярен. Если бы он не заблокировался по округу в Госдуму, наверное, у него получилось. Но есть такая же возможность попробовать в Нижнем Новгороде пойти по одномандатному округу в Государственную Думу, вернуться к тому, с чем он расстался во время перехода на работу в мэрию Москвы». Ну вот в чем сходятся все эксперты нами опрошенные, так это в одном, что публичная политика – это занятие как раз подстать для Сергея Капкова. Спасибо, Ким. Надо отметить, что уже после ухода со своей должности Капков успел сделать достаточно громкое заявление, в частности, предрек кризис городов-миллионников. Согласно данным ЦБ, доллар завтра подорожает на 2 рубля и будет стоить 62 рубля 67 копеек. Стоимость евро – 66,91. Цена нефти еще немного снизится и составит 56,73 доллара за баррель. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова